Добро пожаловать на сегодня очень необычную эвакуацию, которая начнется с простого вопроса. Представьте, что вы сели там, куда никто не доедет. Ни один подготовленный джип, шишига, внедорожник, квадроцикл, вас не вытащат вертолет, у вас нет абсолютно никаких шансов спастись. Вы сели в болоте на болотоходе. Короче, это жопа. То есть представьте, что есть болотоход, который нужно вытащить. Его может вытащить второй болотоход. Он сел. Мы начинаем. Короче, по факту один болотоход вытащен, но надо теперь доехать до второго и со вторым разобраться. Сейчас расскажу вам хитрую схему. Если вкратце, эта штука называется каракат. Ее делают в Сковской области. Она весит примерно 500 килограмм. В движении ее приводит двигатель пол-литра китайский. После него стоит вариатор, а после вариатора вместо раздавки стоит коробка от Фассата Б-3. И все это способно ехать по такому ковру. Но, как вы видите, тоже с переменным успехом. А там, примерно, в болоте сидит нечто похожее. Но проблема болота в том, что вы не сможете одним болотоходом тащить второй. Потому что два болотохода, которые оказывают нагрузку на одну ось или даже на две оси, уже срывают болото. Мне кажется, просто чинить болотоход там, на сухом, возле костра было бы недостаточно самцова. Поэтому... Да, мы привезем сюда деталь. Да он не остыл еще, движка не едет. Так нарус спускай. И в падлу идти. Так я физически не способен понизить температуру двигателя. Че вы гоните? Дай попробую пройтись, реально. Смотри, сразу поехал. Сейчас он сядет. Ай, ебаный. Это самодельный болотоход в данном случае. Он сделан полностью на базе УАЗа. У него 402 двигатели, не УАЗовские мосты, УАЗовская коробка, УАЗовская раздатка. Соответственно, как это часто бывает с УАЗом, что-то пошло не так. Его недостатком относительно, получается, тех болотоходов является, что он чуть тяжелее. Типа килограмм на 200. Ну, потому что нужна рама более зла и мосты все-таки. А там раму варили под заказ. Получается, можно делать меньшие трубы квадратного сечения. Получается, все это легче. Вот, собственно, и все. А в остальном бы он заехал. И ехал, как говорится, и ехал. И не первый раз. Но техника УАЗовская. Задача сейчас у парней. Во-первых, вытаскивали полуось, потому что срезала главную пару. На заднем мосту просто слезала зубья. Хотя, казалось бы, да, вроде и блокировок нет, ничего. Но, тем не менее, все равно металл устает. И далее есть еще вопрос по раздатке. То есть, если сейчас, допустим, заднюю полуось восстановили. Теперь еще смотрят, что с карданом, который тоже был порван. Его тоже новый привезли. В общем, техника погибла. Прям трындец. И остается вопрос с раздаткой. Если он сейчас заведется и поедет сам, то он будет выезжать. Но, скорее всего, будет только привод на один мост. И он будет идти с кем-то в сцепке туда, на край болота. Учитывая, как мы сейчас сюда ехали, он может не дойти. Ситуация, как и планировалось. То есть, есть передок со срезанным зубом, как я понимаю. Соответственно, он сейчас цепляется к исправному болотоходу, желтому и самому крепкому здесь у нас на сегодня. Ну и пытается еще сам что-то сзади передачкой подгазовывать, чтобы типа не совсем волочиться. А что из этого получится, вот сейчас будет прям интрига. Если они оба сядут в сцепке, получается, остается третий, который со стороны едет. И он может попробовать их лебедью выдернуть. Ну, в общем, остался километр абзаца. И все будет нормально. Вот этот, кстати, вообще самый лютый. Он, конечно, наверное, тоже и тяжеленький. Но у него и колесо самое широкое. И нарезано оно правильно. Видишь, такой поперечный. Поперечным протектором. А так 15 лошадиных сил все те же, господа. То есть вся сила такой техники в понижающем числе в раздатке. Короче, я делаю ставку на то, что проедут почти до конца. Там мощнейший плывун в конце. И вот на нем очнется прямо рубилово, которого мы все так ждали. Давай, тащи, 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 как? Нет, это вообще беда. Что за беда? Раздача. Все-таки еще порвана раздатка. Ну, так. Жестко он, конечно, ковер подгребает от себя. Прямо на грани. Все. Сейчас прям вот-вот-вот-вот-вот начнется. Если первый раз сзади еще пытался подталкиваться сам, хоть как-то, то сейчас сзади получается просто в виде телеги балласта едет. Соответственно, Пикачу просто это сступает вилы. В тот случай, когда здесь вы очень пригодились со своей девяточкой. Прямо очень. Просто, чтобы вы понимали, как это выглядит. То есть, человек вообще не держится. Прямо. Добавил. Обама очень. Прямо. По вам необходимо точно. Что мы имеем в итоге? Во-первых, мы понимаем, что универсальной техники не существует И то, что мы видели сегодня, безусловно, дико впечатлило лично меня Потому что ты идешь, проваливаешься, эта штука едет, не проваливается Она еще на горбе держит там 5, 6, 10 человек Еще барахло, инструмент от запасной раздатки И все равно не проваливается То есть это феерическая тема Далее, мы поняли, что такие штуки тоже бывают разного класса и разной стоимости соответственно Ну, по сути, отличие в основном это размер колес, мощность двигателя и так далее Хотя собрано это все на узлах и агрегатах обычных гражданских автомобилей То есть у нас в данном случае стоят жигулевские мосты У нас стоит коробка передач от Passat B3 И дальше в сборе китайский двигатель с вариатором, который можно купить где-то Я еще просто не гуглил, наверняка можно То есть все это, в принципе, унифицировано Дальше что мы получаем? Бакелитку, немножечко трубы квадратного сечения, сварка И, в принципе, все это едет Интересен механизм поворотной рамы, да? Потому что у нас не поворачивают передние колеса У нас весь узел ломается целиком в сборе Синий самодельный, я думаю, что едет примерно так же Это уже нужно разбираться только те, кто тестил конкретно и управлялся Чем хуже именно рулящие колеса относительно ломающиеся рамы Возможно, весом прежде всего Потому что такая рама, возможно, что в сборе с механизмом Она будет надежнее и легче, нежели такая Плюс тут мы понимаем, можно сделать два задних моста Которые обычно крепче передних Потому что переду не надо поворачивать и все поедет В остальном, то есть все супер Я уверен, что в какой-нибудь типа жиже, глины и так далее Вот даже здесь будут большие проблемы Потому что, грубо говоря, плывучести глины еще не даст А сопротивляться качению вперед уже будет сильно Но, как мы знаем, всегда универсальной техники, опять же, не существует Поэтому считаю, что не проблема В остальном эвакуация крайне интересная Все-таки план подчиниться на месте не прокатил И вытаскивались, можно сказать, в лоб на тросе Тем не менее, одним болотоходом, но вытащились В любом случае, техника для меня совершенно новая Неизведанная Ну, было круто А обо всем этом, естественно, мы узнали, как обычно в группе ВНД-78 То есть, где вы знаете, люди пишут всякие вещи Типа, сел аккумулятор, пробило колесо Иногда забуксовал во дворе, иногда забуксовал даже здесь То есть, совершенно разной степени жесть может вас ожидать Когда вы заходите в эту группу И решаете, кому сегодня помочь сегодня Вы можете просто кого-то прикурить А можете провести весь день в болоте, выручая человека из беды Так что, в общем, если кому интересно, ссылочки мы оставим, наверное, в описании По-царски Хотя, кстати, организация не коммерческая И, естественно, никто за это платить не будет И, как в свое время, они же и нас спасли Это та самая группа, которая вытаскивала на боевки меня Вернее, участники этой группы Которые, когда мы поехали сами спасать по этому же СОСу Погибла боевка И потом в итоге спасали нас Двухдневное мероприятие было Так что, движемся по той же колее Успешно Вам спасибо огромное, что смотрели это видео Удачи и пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!